Сегодня по всему миру отмечают день сна. В среднем, чтобы хорошо выспаться, требуется от 6 до 8 часов. Однако зачастую москвичи спят вдвое меньше. О том, как жители столицы используют каждую свободную минуту, чтобы отоспаться, расскажет Екатерина Маключенко. Юрий работает программистом в крупной компании. Кропотливая работа у компьютера и строго нормированный рабочий день с 9 до 18 выматывает молодого человека. Он не высыпается и уже к обеду выжат, как лимон. Каждый день встаю в 7, иногда даже в 6.30, делаю утренний мацион, зарядку какую-то, иду на работу. И там уже к обеду просто выключаешься. Поэтому в перерыв Юрий предпочитает пополнять запас сил, а не калорий. Он выбирает те кафе, где главное – можно мягко поспать. Быстро делает заказ и уже через 10 минут отправляется в царство Морфея. Пока официант не заметил. Были случаи, когда к нам приходили гости, комфортно располагались и даже иногда засыпали. Даже официанты подходили, иногда будили и приводили в чувства. Спать на законных основаниях можно, даже на работе. В некоторых офисах устанавливают капсулы сна. А где-то не против пары сонных минут, прямо за столом. Спрятаться от суеты мегаполиса, пусть даже в свой рабочий день и на пару часов, можно вот в таком антикафе. Здесь царит вполне домашняя атмосфера. Можно почитать книгу, попить чай, но при желании, конечно, вздремнуть на пару часов. Студенты проводят время на мягких диванах до, после или вместо лекций. Путешественники с дороги. Часто люди проездят из Петербурга, допустим. Им удобно, если они, допустим, прилетели рано из аэропорта, то им, конечно, удобно до какого-то более-менее нормального времени подождать здесь. У одних весенний недосып, другие, наоборот, страдают бессонницей. Пациентам с нервными расстройствами, перевозбуждением или апатией помогают в клинике сна. Постараться максимум не более чем на 2 часа время подъема в выходные дни смещать. То есть, если вы встаете в рабочие дни в 6 утра, вставать в 8. Больше чем 2 часа развивается так называемый социальный джет-лаг или синдром смены часовых поясов, обусловленный тем, что человек в выходные дни отсыпается. Специалисты говорят, здоровый сон должен длиться ровно 7 часов, не больше и не меньше. Тогда работоспособности, хорошее настроение будут обеспечены на весь день. Екатерина Маключенко, Екатерина Климчук, Максим Брагин и Антон Чернов. Москва, 24.